Ребят, а перед началом видеоролика хотел вам напомнить то, что вышел новый июльский пакет уже, осторожно окрашено, в котором Кернарон Акшен Икс, СТРВ-С1, ФВ-4202 и Пантера М10. Также здесь содержится три стиля, но какой-то рандомно выпадет один, а не все три красивые, у меня вот выпал ВГ-Фест. Можно перейти на мой сайт, ссылочка в описании, опуститься ниже и найти этот набор. Он там, можно как его взять, можно взять его, плюс бесшумный охотник, короче, можете перейти и все, посмотреть. Ребят, всем привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про шведскую Lamborghini в World of Tanks, а именно СТРВ-С1. Не 1С, как программа, да, а С1. Внешний вид у данного танка потрясный и многим он нравится, хотя вроде бы здесь вообще ничего нету сверх такого. Идет просто такой, скажем так, верхний бронелист, да, он под такой большой приведенкой, хотя это, по сути, корпус. И далее идет прямая часть, все. И вот потому, что он похож на некую такую вот Спартиагу, да, вот действительно чем-то он смахивает на Lamborghini, этим он игрокам и нравится. Больше здесь ничего нету, только комбашенка, пушка торчащая, там маск-сеть привязана и все. Ну какие-то там помелочи, пулеметик сверху, но это настолько мелкие такие штрихи, да, внешности, что на это даже внимание ты обращать не будешь. В общем целом, данный танк красив, но красной ты этой в игре практически на этой машине не наслаждаешься. Все почему? Потому что у нас ПТ, ПТ кустовая, ПТ, которая любит, чтобы ты постоял в кустах, с маскировкой и всем такими. И поэтому ты как бы этим внешним видом особо не любуешься. Что же у нас здесь есть? Все-таки 21 год и вот век вот этой вот прорывной мысли, да, когда только эти появились ПТ с осадным там режимом. Все, многие, да ну нифига себе, там пробите на восьмом уровне 290, то есть это прем, который будет пробивать всех. Там серебра будет теперь валом, будем фармить и все такое. Но на игре потом все равно, как бы, игроки поиграли, поняли то, что не все так просто. То есть проблема с тем, что по ком стрелять-то? Ты стал, но никто не едет. И вот с этим самое главное, в принципе, проблемой на СТРВ и есть. Потому что пушка сама по себе с Альфаев 390. Окей, да, это как бы норм, то есть это привычно. У нас подкол, который стоит 1160. Вот вспомните этот подкалибр и вспомните, допустим, основной снаряд на Кэрнарвоне Экшн-Х, у которого бронепробитие там 228, по-моему, да, что-то такое. 230 Альфа, ББшка летает медленнее и стоит тысячу с копейками. А здесь 1160, подкол с Альфой в 390, практически в два раза больше бронепробития, 288. И скорость полета ко всему этому 1450. Поэтому, ну, вот вам и экономика, да. Поэтому здесь фармить на основных снарядах самое то. Голдовый снаряд бронепробития 10 уровня, 330, это подкол, который летает чуть медленнее. Вообще не пойму, 1450-1400 голдового. Ну, смысл, дайте 1600, как бы, чтобы это был-то голдоопыт, калибр. И 4800. В принципе, по снарядам, вот, танк нравится. Даже фугасы нет-нет с бронепробитием 53. Хотя, конечно, после патча, где нерфанули фугасы, это стало делать сложнее. Но все равно возить с собой парочку на Скорпов оставьте. Или еще что-то, там Альфа 480 и за 500 может вылететь. И на этом, как бы, тоже приятно. Само по себе комфортность ведения огня на данном танке неплохая. Здесь довольно неплохой ДПМ, КД-838. И при всем при этом, это без допайка. Вентиль досал, и если поставить топ-пайок, то КД-804 и ДПМ-2900. Можно, конечно, на этом не останавливаться. Я люблю экспериментировать, ставить абсолютно все на какой-либо там жесткий ДПМ. Мне просто интересно, сколько танк может, ну вот, максимум из себя выжать. И ко всему этому я получил с боновым, с доппайком и с инструкцией на рациональную боевую укладку КД-7.4. То есть ДПМ-3152. Вот так вот. Это, конечно, очень-очень много. Но, во-первых, играть с доппайком такое себе, да, минус 20 тысяч. Но тут, конечно, решает сам. Есть игроки, которые играют с доппайком. Это первое. И, во-вторых, ставить инструкцию на каждый бой тоже не окей. Но если играть с вентилем, с дослом, боевым братством, все. КД-838, ДПМ-2800, точность 0.37. Хоть и кажется, то, что СТРВ, в принципе, очень мега-точный там танк и все такое. Такое есть, да. Но вот бывает то, что ты не попадаешь на данном танке. То бишь, о комфортности ведения огня говорить на данном танке не стоит. Когда вы в обычном скоростном режиме, да, в походном, то, ну, у вас никакой комфортности нет. Ты можешь попасть только, если ты вот прям врежешься, да, протаранишь какой-то танк, ты можешь пробить. Там попасть и все такое. Но когда ты переключаешься в осадный режим, там, конечно, комфортность ведения огня просто на высшем уровне. Сводка, точность, все при вас. Но при этом вы двигаться не можете. И в этом как бы и весь смысл. То, что игрокам сложно приучиться, да, почему не каждый сможет на СТРВ. Потому что ты где-то встал в кустиках, нажал раз и стреляешь, стреляешь, стреляешь. И потом, когда нужно уехать, ты такой, ой, я не буду выходить с осадного, наверное, начну так вот выезжать. И так ничего у вас не получается. Еще из-за чего игроки зачастую делают ошибки, играя на СТРВ С1. Это когда она, СТРВ подсвечивается, и они уходят в осадном режиме. То есть смысл то, что ты там свои, ну, не знаю, сколько ты там будешь ехать, 5 километров в час. То есть ты будешь очень медленно отъезжать. Тебе проще переключиться в походный режим. Там вообще, это секунды маленькие, там, 1,3. И быстро уехать оттуда. То есть так гораздо быстрее. Но игроки почему-то думают, что если он будет переходить в осадный режим, в осадный, они вот, ну, как-то у них получится быстрее уйти. Это большое заблуждение. И к тому же, вот, возьмите даже, будь вы игроком, который играет против СТРВ, если вы видите, что СТРВ уже уезжает, когда, в принципе, как любой другой танк, вы попытаетесь на Абум кинуть даже. То есть, ну, попаду, не попаду. Ну, а так вообще не выстрелим, точно не попаду. А так есть шанс. Поэтому лучше быстро переключиться в походный и уехать. Это лично мой вам такой совет и наблюдение. Вот. Также здесь с оборудованием немножко сложно. Вентиль, досол, это понятно, то, что я с этим играю. Вопрос в том, что ставить третьим. И здесь много чего можно, да. Кто-то с трубачом, может быть, он хочет там вообще летать полтинник назад и все такое. Маск-сеть можно, но, опять-таки, она будет слетать. Там и те же трубы, там, те немного где-то дошевельнутся, еще что-то. Ну, не знаю, у нее и так маскировка потрясающая. Стоять еще маскировочную сеть с маскировкой. Да, она будет вообще мега. Она там стоя будет 64 и 54. Ну, то есть, это прям очень много. А с доппайком и того там на немножко, ну, будет больше. Там 67 или 66 будет. Ну, не знаю, можете сами посмотреть. Можете маскировку оставить. Она и так будет 50%. А поставить, допустим, просветленку. И тогда обзор будет 427 метров. С приемлемым ДПМом. Совсем. Я лучше советую вентиль, досел и оптику. Кто-то может поспорить. Окей. Тут вот стерву можно собирать лично под свой стиль игры. Кто-то может маск-сеть поставить, стереотрубу и досылатель. Да, то есть, обладая потрясающей маскировкой, мега-обзором и ДПМом. Да, но опять-таки. То есть, каждый здесь собирает сам. Танк очень сложный. Вот есть те игроки, которые играют на СТРВ прям вообще от красной, от красной линии. То есть, они стоят и потом вот в самом конце боя, когда один противник остается, это стерва где-то в кустах. Есть такой тип игроков. Есть, которые играют на средней линии, а есть, которые реально вблизи играют. То есть, ты едешь где-то и думаешь, о, нифига себе, стерва по мне стреляет. Вот исходя из этого и нужно собирать этот танк. Далее, что мне нравится в этом танке, это мобильность. Не передняя, а вот именно задняя. То есть, данный танк назад едет 45. И вперед-то быстрее всего на 5 км в час 50. Скорость поворота шасси неплохая. Вот, уделка у данного танка маленькая, вот 16 и 19, но при этом она чувствуется очень хорошо. То есть, у него хорошая проходимость. Это плюс. То есть, мы зачастую занимаем кусты, а кусты у нас где? По каким-то мягким грунтам, по грязи, недалеко от воды. И вот, в принципе, нет проблем с каким-то там прохождением. То есть, танк может довольно быстро занять свою позицию. То же самое у нас с броней. Я ее даже показывать не буду, потому что смысла в этом большого нету. Ты не сможешь как-то так сделать, чтобы ты танковал на данном танке. Нет, понятное дело, то что ты можешь там задрать, допустим, корпус, чтобы у тебя угол был выше. И все в этом духе, чтобы были какие-либо рикошеты. Но все равно, вот смысла в этом нету. Там везде по 30 мм. Единственное, что я вам точно посоветую, не доворачивать. То есть, даже ромбом не пытаться играть на данном танке. Потому что он этого не прощает. Малейший какой-то доворот тебя сразу начинает пробивать. Да и вы, в принципе, все это и без меня знаете. Потому что играли против СТРВ. Единственное, что, ну да, какие-то танки с мелкими калибрами, с небольшими бронепробитиями. Чуть подзадирать, как бы, корпус. То есть, поднимать пушку вверх. Она-то у нас спаренная, да. И вот, можно, как бы, этим поиграть, попробовать, там, порикошетить. Но зачастую тут от тебя ничего не зависит. Либо тебя пробьют, либо тебя не пробьют. Это вот так вот. Здесь ты никакого супер ромба не крутанешь. Как-то что-то ты не сделаешь. То есть, здесь вот максимальный рандом. Как распорядится игра, так все и будет. Далее у нас пушка влево-вправо не поворачивается. И в этом-то ее недостаток. Я понимаю то, что я говорю. Довольно банальная вещь. Но есть игроки, которые, ну, действительно, в 21-м году еще не играли. Есть новички. И, в общем-то, и целом, я просто целый гайд делаю по данному танку. Что я могу сказать? Обзор базовый, да, донный. Он 350. Но при этом потрясающая маскировка. Это лучшая ПТ по маскировке на своем уровне. Наверное, только... Ну, только у ДС, наверное, будет получше. Хотя он тоже нам недалеко ушел. Поэтому обязательно боевое братство, там, орденограсс, глаз, точнее, радиоперехват и оптику. Тогда у вас будет 427. То бишь, как бы, можно жить по такому правилу, что я-то ПТ, я стреляю. Не мое дело светить. Но просто, когда ты один останешься, тебе лучше, как бы, подсветить. Понятное дело, что СТРВ засветить в конце боя, ну, оставаясь незаметным, ну, такое не получится, наверное, ни у кого. Хотя разные случаи бывают. Но, в общем и целом, мне данный танк-то, в принципе, нравится. Но он очень ситуативный. То есть, на одной карте, в одной ситуации, в одном сетапе ты можешь нагнуть. Тебе, вот в чем плюс, однозначно, этого према, тебе абсолютно наплевать. Играешь ты с восьмерками, с девятками, с десятками. Тебе даже, наоборот, в кайф играть с десятыми уровнями, по сути, потому что они, в них больше ХП. А пробитие у тебя 290 практически. Тебе без разницы, что восьмерку прошибать, что прошибать десятку. Поэтому, играть с десятыми уровнями, это наше все. Но, в чем минус? Минус в том, что попадая на Энск, на Химмельсдорф, на, тяжело, условно говоря, рудники, там тоже особо не расстреляющаяся карта. Маленькая, все такое. И вот на вот этих маленьких картах тебе очень сложно, но попадая на Вестфилд, попадая на Малиновку, попадая на Прохоровку, попадая на какие-то другие открытые карты, там вот прям вообще простор, радость и все такое. Иной раз на Прохоровке можно очень сильно насолить, там стать просто вверх на аллее и вот вообще все разнести со своим мощным подколом, точной пушкой. В новом пакете, честно говоря, я вам бы посоветовал взять вот СТРВС-1 и Кайр Нарвона. ФВ-шка прикольная, но ее можно и за рефералку, и все, Пантера Мавсторна, вот именно эти два танка и попробовать на них поиграть. СТРВС-1 это вот действительно прям, это не танк, который вот будет нагибать в каждом бою, нет, это танк, который действительно фармит и приносит серебро, если вы будете стрелять. А вы стрелять будете и будете пробивать. Но вопрос иногда бывает в том, что не по кому или не успеваете. В этом самая главная проблема. Всем большое спасибо, ребят. Обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем свои комментарии и до новых встреч. Пока-пока.